Праздник Святого Богоявления Заметьте, что я произнес не святое Богоявление, а святых Богоявлений Я. Так правильно по церковно-славянскому. Потому что мы сегодня отмечаем и сплошь до следующей пятницы праздник Крещения Господня, святых Богоявлений, то есть явлением миру Пресвятой Троицы, раздельно явившейся в день Крещения Господня. Отец, Сын и Дух Святой. Отец, голосом с неба, сей Сын мой возлюбленный, о нем же мое благоволение, Дух Святый, Витя Голубля, который не зашел на Спасителя, и Христос, Сын Божий, поплатившийся от Девы Марии и крестившийся в Иордане от Иоанна. Так что сегодня праздник святых Богоявлений, продолжение праздника. И хочется ради тех, кто не смог в первый день праздника быть с нами в храме, потому что это был день рабочий, не все могли освободиться, и ради того, чтобы пополнить наш запас святой воды, который разобрали в день праздника народ Божий, мы сегодня снова совершим этот великий чин, великое освящение святой воды. И прошу вас, дорогие братья и сестры, и обратить внимание на сходство этого чина с чином нашего собственного крещения. Конечно, большинство из нас не помнят, как нас крестили, потому что были маленькими, младенцами, но некоторые, наверное, крестились в взрослом возрасте, на волне того возрождения церковности в России после тысячелетия крещения Руси в 88-м году. И, наверное, к этому подошли не очень сознательно, или не то, что не сознательно, но не вслушиваясь глубинный смысл молитв. Хочу обратить ваше внимание на несколько моментов, потому что очень важно, когда мы празднуем крещение Господне, святых Богоявлений, или присутствуем на крещении ребенка или взрослого, помнить, что и мы приносили Господу определенные обеты в день нашего крещения. А если, будучи младенцами, за нас приносили эти обеты наши крестные, наши, как их называют по церковному, наши восприемники, или на современном русском языке спонсоры, мы, став уже взрослыми, сознательными существами, ответственность за эти обеты падает на нас. И что же в начале крещения говорится, в начале чина нашего крещения? Священник просит крестных и крещаемого повернуться лицом к алтарю, к востоку, лицом к западу, и спрашивает три раза, отрекаешься ли от сатаны, от всех дел его, всех слуг его, всего служения его и всей гордыни его? И слышится ответ, отрекаюсь. Затем еще три раза спрашивает священник, но уже в прошедшем времени, отрекся ли от сатаны? Отрекся. Затем священник приказывает крестным от имени крещаемого, или если крещаемый взрослый, он сам говорит, иду не и плю не на сатану. То есть, другими словами, мы принесли Богу обет бороться со злом, воевать против сатаны. Мы, воины Христовы, дали обещание воевать со злом в своей собственной душе и в окружающем мире. Затем крестные и крещаемые поворачиваются к востоку, и священник спрашивает, сочетаешься ли со Христом? То есть, присоединяешься ли к Христу? Сочетается это даже более интимно, чем присоединяешься. И ответ сочетаюсь три раза. Зачем основа в прошедшем времени сочетался ли со Христом? Сочетался три раза. И веруешь ли Ему? Верую Ему как Царю и Богу. И затем читается символ веры. И после этого крещаемый, будучи уже оглашенным, вступает в церковь и слышит величественную молитву, просто космического такого охвата молитву. Молитва создана созданного созданного похвала Создателю. И начинается эта молитва словами «Велик Ты, Господи, и дивны дела Твои, и никакого слова не будет довольна, чтобы воспеть чудеса Твои». Тоже три раза произносится в честь Пресвятой Троицы. Три раза произносится, чтобы оно вонзилось в сердце того, кто слушает. И мы снова вот эту молитву услышим сегодня, дорогие братья и сестры. Единственная разница, что конец этой молитвы отличается на священии, великое священие воды, отличается чуть-чуть от молитвы, которая читается на крещении православного христианина. Вот сегодня мы снова осветим воду. И вот сегодня мы снова, я надеюсь, вспомним о тех обетах, о той ответственности, которую мы на себя взяли, став православными христианами. А как нужно сейчас всем нам действительно сознавать, что идет ожесточенная борьба между Богом и дьяволом в этом мире нашем. Мы это видим постоянно. Сколько сейчас суеты в этой стране и во всем мире. Все время мы слышим слова геополитика, национальные интересы. Каждый старается тянуть одеяло на свою сторону. И в результате что? В результате погибают сотни тысяч ни в чем не повинных людей. Уже не говоря о терроризме, а вот казалось бы нормальные народы, европейские народы, куда они смотрят? К сожалению, смотрят не в сторону Бога, а быстрейшими темпами отходят от Господа. Да, война между Богом и человеком происходит не только на таком международном уровне, но в сердцах каждого человека. Ведь это, кажется, Достоевский сказал, что поле битвы между Богом, между добром и злом это сердца человека, сердца человека. Или то, что святые отцы называют невидимой, невидимая брань. И вот каждый из нас участвует в этой невидимой бране. И дай Бог, чтобы благодатью Божией мы могли бы преодолеть зло в своей жизни. И когда наступит последний день, и мы станем перед нашим судьей, мы уже не сможем сказать, а я не помню, Господи, обеты, которые за меня приносили мои крестные родители, за тем, которые я перенял или переняла. Каждый раз, помните, когда мы присутствуем на крещении, каждый раз, когда мы присутствуем на великом или малом освящении воды, мы вновь и вновь Господь нам о них напоминает. Дай Бог, чтобы повторение стало Матери учения для нас, и чтобы мы не только услышали эти слова, эти обеты, но приняли их всем сердцем. Аминь. 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 Аминь.